Тема нашего урока – Ертарган. Казахский героический эпос. Сегодня на уроке ты познакомишься с казахским героическим эпосом Ертарган. Ты повторишь, что такое поисковое чтение и узнаешь, как составлять вопросы для установления причинно-следственных связей. Я предлагаю тебе познакомиться с главным героем эпоса Ертарган. Герой эпоса Ертарган представлен как богатырь, заступник народа, защитник родины от иноземных захватчиков. Образ монументален, величественен. Тарган поражает необычайной физической силой, воинской доблестью. А теперь послушаем отрывок произведения Ертарган. Ертарган – казахский героический эпос. Родился у Мергена сын Тарган, который вскоре стал выделяться среди сверстников невиданной силой. Он мог скрутить, как ягненка огромного вала, а спокойствием и рассудительностью усмирить и свирепого дракона. Сильный и отважный Тарган всегда приходил на помощь слабым и обиженным, был добрым и справедливым. Больше всего на свете юноша любил свою родину. Поэтому, когда казахской земле стали угрожать враги, Тарган отправился нести дозор на единственном пути, где захватчики могли перевалить через горы. Но однажды случилась беда. Вступившись за своего отца, Тарган убил Бека, любимца хана, и пришлось Батыру покинуть любимый край, искать счастье на чужбине. Дорога привела Таргана в Крым, во владение Ахша хана. Проходили дни и месяцы, минуло уже немало времени, но никто не догадывался о том, что настоящим Батыром был скромный Тарган. Он продолжал жить на правах гостя в радушных аулах Ахша хана. В те времена Крым враждовал заклятыми врагами, франками, которые проходили по Нагайским землям, опустошительными набегами. И сколько бы славных Батыров не вышло из Нагаев, не смогли они победить и поставить на колени этого врага. Но в один из дней Ахша хана решился. Он собрал огромное войско и отправился в поход. Тарган тоже пристал к войску, хоть никто и не приглашал его, а воины и не подозревали о том, что появился среди них еще один Батыр. И вот тяжелое войско, двигаясь непрерывно, дни, недели и месяцы, достигло, наконец, вражеских рубежей. Враг тоже был на готове. Тысячи пеших и конных солдат под барабанную дробь развернулись в боевом порядке, приготовившись встретить войско хана. И была кровавая битва. Все же скоро Нагайское войско стало одерживать верх. Враг начал пятиться, но не дрогнул, не побежал, а отступив, заперся в крепости. Ахша хан осадил крепость. Много дней он пытался пробиться в нее, но разрушить стены так и не удалось. Высокими они были, со множеством башен, в которых укрывались стрелки. А толщина каменных стен была такова, что по ним проезжала арба, запряженная парой лошадей. Лучники разили одного за другим Нагайских батыров через маленькие со стремичка бойницы. Но войны все же пробились к самым стенам. Смельчаки стали подниматься по осадным лестницам с одной лишь саблей в руке. Но сверху на них обрушились огромные с котел камни. Потоками полилась горячая смола. До вершины стены не смог добраться ни один. В казахском народе широко известны имена батыров – Алпамыса, Иртархана и других. Что в них общего? Посмотри. Это батыры – воины, защитники своего народа. Подумай, какими качествами обладал главный герой – Иртархан. Проверь себя. Правильным ответом будет вариант А. Сильный и отважный Иртархан всегда защищал слабых и обиженных. Всегда был добрым и справедливым. В жизни и в произведении совершаются поступки. Происходят явления и события, которые имеют на это причины. И которые влекут за собой следствие. Что такое причина? Причина – это явление, которое вызывает изменения окружающего мира или поведение героя произведения. Вспомни, что такое следствие. Следствие – это то, что влечет за собой причина. Обычно вопросы для установления причины следственных связей начинаются со слова «почему». Подумай и определи, какой вопрос способствует установлению причинно-следственных связей. Как назвал Мерген сына? Чем Иртархан отличался от сверстников? Куда отправился Ахшахан со своим бойском? Куда привела дорога Тархана? Почему Крым враждовал с франками? Проверь себя. Правильным ответом будет номер пять. Почему Крым враждовал с франками? Прочитай отрывок произведения. Определи причину и следствие. Но однажды случилась беда. Вступившись за своего отца, Тархан убил Бека, любимого хана. И пришлось Батыру покинуть любимый край, искать счастье на чужбине. Проверь себя. Вступившись за своего отца, Тархан убил Бека, любимца хана. Это причина. И пришлось Батыру покинуть любимый край, искать счастье на чужбине. Это следствие. Подумай и ответь на вопрос, почему Иртархан бросился к воротам, а не в гущу битвы. Враг нападал бесстрашно и теснил на гайца. У ворот лежало оружие, которое можно было захватить. Тархан оценил достоинство противника и понял, что нужно найти слабое место в обороне врага. Правильный ответ – вариант В. Тархан оценил достоинство противника и понял, что нужно найти слабое место в обороне врага. Подведем итог урока. Вспомни, что такое причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь – связь между явлениями, при котором одно явление, называемое причиной при наличии определенных условий, порождает другое явление, называемое следствие. Наш урок подходит к концу. Сегодня ты познакомился с казахским героическим эпосом Иртархан. Ты повторил, что такое поисковое чтение. Ты узнал, как составлять вопросы для установления причинно-следственных связей. А теперь пришло время для выполнения заданий. Желаю тебе удачи!